В эфире телеканала «Видная ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Волонтерский штаб по изготовлению маскировочных сетей и носилок улучшает производство. Одни носилки, спасенные жизнь, это очень сильно мотивирует. Лидновчанка Марина Андрианова вошла в число лучших библиотекарей Московской области. Звание, мне кажется, я должна разделиться со своими сотрудниками тоже, потому что это мой тыл. В детской школе искусств прошел музыкальный лекторий «Тайны арфы». Волонтерский штаб по изготовлению маскировочных сетей и носилок улучшает производство. На днях представители торгово-промышленной палаты депутатского корпуса муниципалитета подарили новую швейную машину. Теперь работа пойдет еще быстрее. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. В кинотеатре «Искра» волонтеры федерального движения «Золотые руки ангела» носилки для бойцов специальной военной операции мастерят уже не первый месяц. Конструкцию изобрели опытные хирурги. Ничего сложного в ее создании нет, но работа кропотливая. Раньше пенсионеры завода «Мосметаллоконструкции» лишь раскладывали материал, скрепляли ткань степлером и отправляли швеям в развилку. Недавно у них появилась собственная швейная машина, правда устаревшей модели. У нас не цех, который с утра до вечера с планом, а по мере возможностей. Пришла на два часа – хорошо. Сшила двое носилок – хорошо. Сшила одни носилки – тоже хорошо. Главное привлекать как можно больше людей, потому что швеи профессиональные есть. Желание помогать – есть. Одни носилки – спасенная жизнь. Это очень сильно мотивирует на такую вот добровольческую работу. Теперь стропу в три слоя отшивать будет гораздо проще и, самое главное, быстрее. По запросу волонтеров была куплена новая промышленная швейная машина. С приобретением помогли представители торгово-промышленной палаты и депутатского корпуса Ленинского городского округа. Мы ждем окончания этих боевых действий. Все в этом заинтересованы. Из нашего округа ушло порядка 700 молодых людей, которые сейчас находятся кто на обучении, кто на передовой. Естественно, мы делаем все для того, чтобы их быт и их задачи были упрощены. Вот такой благодарительной деятельностью со стороны нашей торгово-промышленной палаты и совет депутатов Ленинского городского округа. Сейчас, когда с машинкой вопрос решен, волонтеры нуждаются в людях. Лишние руки – это то, чего всегда не хватает. Искро станет центром притяжения неравнодушных людей. Привлекутся, надеюсь, и дети, которые способны и сети плести, и носилки собирать. Речь идет о студентах. Волонтеры приглашают молодежь вступить в свои ряды, чтобы вместе помогать бойцам СВО и приближать победу. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видно этого. В Южной поликлинике в прошлом году была открыта «Добрая комната» для юных пациентов. Детская игровая зона позволяет скрасить время ожидания в очереди на медицинские процедуры или к врачу. Как отмечает персонал поликлиники, комната пользуется большим спросом у родителей с детьми. Зеленое место, где они могут и какую-то информацию для ребенка, или у ребенка. Покормить, даже если это уже взрослый ребенок, какой-то баночный пюре. В принципе, это очень удобно, комфортно. Заместитель председателя Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Валерий Черников, сторонники отделения партии и активисты «Молодой гвардии» пополнили «Добрую комнату» развивающими и настольными играми, пазлами, конструкторами и деревянными игрушками. На территории округа в медицинских учреждениях уже работает пять игровых зон. В ближайшее время подарочные наборы будут доставлены и в другие добрые комнаты. Сотрудниками полиции Ленинского городского округа в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи лесного массива поселка Петровская задержана 36-летняя жительница города Москвы, подозреваемая в сбыте наркотических средств. При личном досмотре в правом кармане куртки задержанной обнаружен сверток, внутри которого находилось 40 полимерных пакетов с веществом светлого цвета, общим весом около 40 граммов. Согласно заключению эксперта, содержимое двух свертков является наркотическим средством – мефедроном. «Распространения должны были?» «Метро Орехово». «Метро Орехово». «А сами проживаете вы где?» «Метро Зяблюково-Красногвардейском». «Красногвардейском. Ранее судимы?» «Нет, ранее судимы». «Ранее не судимы». В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Остальная часть изъятого будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела. В Видновском городским судом фигурантке избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Объявлены победители конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Лучшие по профессии» среди работников учреждений культуры и образования. Лучшим библиотекарем в этом году стала заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Марина Андрианова. Наша съемочная группа поздравила победительницу и узнала о ее впечатлениях, любимых проектах и планах. «Человек-праздник», «Человек-оркестр» – так о Марине Андриановой отзываются коллеги и читатели Видновской Центральной библиотеки. Она успевает не только выполнять свои прямые обязанности, но и организовывать и вести множество разнообразных активностей для детей и взрослых. «Лекцию или она проводит, квиз она проводит, у нас всегда это праздник. Профессионал она как руководитель наш. Вообще мало, мне кажется, кто может похвастаться, что он идет на работу с радостью. Я иду с радостью, я очень рада, что я с ней знакома. В таком начальнике только мечтать». По образованию нашей героини – историк. За ее плечами – обширный опыт экскурсионной деятельности. Неудивительно, что в библиотеке появился клуб путешественников «Поехали». «Я люблю все-таки рассказывать про какое-то место с другой стороны. Не то, что посмотрите налево, посмотрите направо. Вот такая дата, вот такой архитектор. Ну, да, ну, кто потом вспомнит». Одним из самых нужных и важных направлений своей деятельности Марина считает клубы «Дорога в жизнь» и «Колорит» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас эти объединения вышли на новый уровень. Талантливые ребята активно участвуют в концертах и фестивалях и вот-вот приступят к подготовке юмористического мюзикла. «Я пишу сценарий. Мюзикл будет называться «Не кошки, а крошки». И все ребята наши с ОВЗ будут задействованы в этом мюзикле. Под каждого человека я пишу роль. Это будет юмористический контент, и этого не делал никто. То есть вот это прям будет, мне кажется, бомба». Также она регулярно проводит в библиотеке интеллектуальные тематические квизы для детей и взрослых. Ведет курс по юмористическому стори-теллингу «Юморина». Одно из последних запущенных ее объединений – авторская программа по медиа-краеведению, которую наша героиня разработала в рамках пилотного проекта Губернской библиотеки и Министерства культуры. В общем, неудивительно, что именно Марина Андрианова стала победителем в номинации «Лучший библиотекарь» в конкурсе на соискание премии губернатора Московской области. «Лучший по профессии». И хотя сама она не верила в успех, ее коллеги ни секунды не сомневались. «А Паша не знает, что она выиграла и кричит. Что выиграла, что выиграла. Мы здесь все кричим, здесь читатели поздравляем. Это было очень весело. Такие эмоции у нас здесь были. Мы кричали здесь всей библиотекой». «Она по праву это звание заслужила, потому что она очень энергичная, она очень такая инициативная, заводная. Она проводит очень много различных мероприятий». «Это звание, мне кажется, я должна разделиться со своими сотрудниками тоже, потому что это мой тыл, они мне помогают, и я могу делать какие-то масштабные проекты». Кстати, именно работу в библиотеке вдохновила Марину Андрианову начать писать собственные литературные произведения. А благодаря победе в конкурсе она сможет наконец-то осуществить мечту издать свой первый авторский сборник юмористических рассказов и миниатюр. Даже и название готово «Марусина истории». В концертном зале детской школы искусств города Видное прошел музыкальный лекторий «Тайны арфы». Познакомила зрителей с историей и благородным звучанием этого инструмента преподаватель Айдана Карашева. Золотистые струны, напоминающие лучи солнца, изящная рама, как крыло огромной бабочки, благородный звук и мягкий серебристый тембр. Неудивительно, что именно арфу считают самым красивым и сказочным музыкальным инструментом. История создания ее уходит в глубокую древность. Считается, что прародитель арфы – обыкновенный охотничий лук. Молодой охотник услышал во время того, как он натянул птичеву луку и выстрелил, что она издает красивый звук. Ему этот звук понравился, он рядом решил натянуть еще один. И еще один. И таким образом появилась самая первая и простая арфа. На музыкальном лектории зрители погрузились в античные времена. На сцене было представлено три вида арф. Педагог Айдана Карашева рассказала об их различии в звучании и интересные факты инструментов. Гости насладились музыкой нескольких жанров и эпох. Особенно завораживающей стала мелодия из оперы «Орфей и Евредика» – ярко воспевающее чувство и преданную любовь героев греческой мифологии. Уже больше года Айдана Карашева обучает игре на этом музыкальном инструменте своих воспитанников. Для восьмилетней Таисии Рычковой нынешнее выступление первое перед большой аудиторией. Девочка занимается всего полгода, но в репертуаре юной арфистки уже несколько этюдов и пьес. Мы ходили в церковь, и я увидела ангелочка с арфой. Мне захотелось играть на ней. А вот Ольга Левченко на сцене не впервые рассказывает, что выбрала этот инструмент из-за необычного звучания и красивой формы. Трудно ставить пальцы, ноты узнать, где какие располагаются. Но еще есть арфы, которые цветные ноты, там легче узнать, где какие ноты. Волшебные звуки арфы не оставили равнодушным ни одного слушателя. А, возможно, у кого-то даже вызвали желание учиться игре на этом инструменте. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»